Всем привет, друзья! Начинаем новую влагинку. Надеюсь, эта влагинка будет интересной. Сейчас едем жарить шашлыки, покажем вам крутые упражнения на пляжике, там супермена какого-нибудь, обучалку сделаем со Славой, Андрюхой и так далее. Короче, увидите, будет классно. Сегодня довольно неплохая погодка, 25 градусов, немножко ветерок такой дует, но идеально. Осталось найти Славу, Андрюху. Сейчас закупим мяско, тут всякой штуки, попить и поедем на море. Молот Тора, пацаны. Смотри, я тебя не задолбал. С такой бандурой ходить классно, да? Идем выбирать мяско. Не, не, к элементу. Андрей, мы скинулись по десятке. Где твоя десятка? Нету только пять. Зараза. Накидано. Андрей, умеешь делать... Всем привет! Умеешь делать сжимание супермена? Нет. Нет? Да? Не особо. Мы на пляжике попробуем. Слава умеет, научит нас, если че. А че, не бежали? Прямо снять мяско. Ну, мы его главное... То есть мы и на душе идем. Да. Идеальные шашлыки. Там не взяли, сюда пришли столько мяса. Прям рай. Рай для качков. Нужно увидеть. Кому задавишь, сам не... Ребят, приехали на турнички тут в соседнем городе. Смотрите, какие построили. О, папа, вы у меня грейка. Сейчас немножко протестим их, проверим, насколько удобно. Блин, тут и кольца есть. Вообще вышка. Вышка. Тут они скользкие, зараза, блин. То есть обычное железо, никакое там, не такое... Не противоскользящее, просто скользкие. И руки скользят жестко. Ой, нифига. Ну-ка, второй. Нормально. Тут подальше, короче, было расстояние. Тут даже гораздо легче выхода делать, потому что у тебя руки не особо скользят, и можно уцепиться. А там вот так делаешь, у тебя проскальзывает, и ты обратно падаешь. Поэтому старые турнички лучше, чем новые. Я, походу, по-моему, сейчас лалый. Ну, как понимаешь. Ну, тут, да, тут не особо удобно, потому что ты высокий и падаешь вниз. Андрюха, брусья нашел, короче. Музыка, брусья нашел, короче. Это странный насос, потому что тут сложнее вниз тянуть, чем когда ты вверх тянешь. Я думал, это, короче, жим штанги, типа имитация. А нет, тут сложнее вот так вниз тянуть. Качается, я не знаю, что. Наверное, бицепс там, не знаю. Ну, что, ребят, потренили. Едем теперь на пляжах делать шашлычок и покажем вам какие-нибудь там обучалки, например, Супермена, либо еще что-нибудь придумаем. Вот, будет интересно, короче, не переключайтесь. Приехали на море-на-море. Вот там море, где лес, а вот там какая-то шляпа строится. Тоже где лес? Да, тоже где лес. Везде лес, ребят. Мы приехали, ребят, это море. Кто никогда в жизни море не видел, вот теперь видите, хотя бы на камере, вот такое вот море. Вот так вот оно выглядит. Сейчас, короче, будем жарить, жарить кого-нибудь будем. Шашлык, например. И будем это тренить. Покажем вам крутые штуки. Сейчас потрогаем водичку. Не знаю, сейчас у нас, наверное, еще прохладненько, и вода будет холодная. Сейчас потрогаем. О, слушайте, вот писяц, какая теплая вода. Офигеть. Можно купаться вообще изи. Она такая теплая. Ну, блин, это еще... Идеально, слушай. А? Ты хрен знает, что там еще. Да, я думаю, если она вот тут теплая, то она и дальше теплая. Вон они там плавают. Собираем вот эту штуку, как она называется. Гриль? Гриль собираем. Теперь это не гриль. Теперь это не гриль. Теперь это мухобойка. Идем искать палки для розжига, короче. Надо, чтобы огонь горел. В душах везде огонь должен быть. Че, Слава, нашел огонь? Красавчик. Но тут вот есть... Сейчас, смотри, тут куча их, на самом деле. Вот. Главное, чтобы клещи, короче, нас не чпокнули. На, держи. Ай, шишка. Находим везде, где потренись. Смотрите, какой жучара здоровый. Оса. Я подготовил здесь, кстати, кочергу. Сейчас, где она? Во, вот эта. Ну что, друзья, сейчас вы увидите, как делать Супермена. Слава нам покажет. И мы тоже попробуем. Короче, Супермен, на самом деле, очень простая фигня. По факту, ну, сначала вы должны научиться нормально отжиматься от пола. Ну, так, уверенно. Ну, сейчас сейчас покажу, как примерно. В общем, такой взрывной силы, я думаю, будет вполне достаточно, так, адекватненько. Вот. Дальше идет чисто техника. В общем, вы должны себя толкать не чисто руками. Вот я сейчас чисто выталкивал руками и не особо высоко подлетал. А вы должны сначала свой основной корпус поднять в воздух. То есть придать ему начальную инерцию телодвижением вот таким. Вот. И потом уже отжимаете. И главное успеть расставить ноги, руки. Вот. Снимайте со стороны, либо спрашивайте у прохожих, у друзей, как выглядит это все. И они будут говорить, поочередно у вас ноги подлетают или еще какие есть проблемы. В общем, вы сначала опустились. Чем быстрее вы опуститесь и начнете поднимать себя наверх, тем лучше. У вас сохранится энергия. То есть вы ее особо не потеряете. Затем вы должны поднять свой корпус наверх. То есть основная проблема, почему не получается высоко подлететь, это то, что вы толкаете себя только с краю. То есть ближе к плечам. А вам нужно поднять все тело планомерно, ну то есть одновременно вверх, чтобы вы были горизонтально. Вот. Поэтому вы начинаете поднимать стаз наверх. И потом уже начинаете резко себя выталкивать как можно выше, как можно резче. Вот. И самое главное, не забывать работать ногами, чтобы дополнительно отталкивать себя. Сколько должно быть отжиманий? Сколько должен человек уметь отжиманий делать, чтобы делать вот такой супермен? Ну, вообще, как у меня получается, я таких обычных невзрывных отжиманий делал, получается, к моменту, когда научился, около 40. То есть, ну на самом деле, количество не важно. Важно уметь очень резко себя вытолкнуть. То есть вы можете резко, именно, ну на резкость работать, то есть выталкивать как можно быстрее. То есть важна, как я понимаю, техника, да? Да, взрывная сила и техника движения. Самая важная, ребят, техника. Давайте мы сейчас с Андрюхой тоже испробуем. Андрюх, сколько ты отжимаешься? Да я не знаю, но 30 точно должен. Ну, Андрюха 30-ку где-то отжимается, я где-то 80-90, вот так. Просто такой. И будет, короче, интересно. Смотри, мы не пробруемся. И будет, короче, интересно, Андрюха сделает, если я нет. Нет, ну давайте попробуем сейчас. Выше, выше. Давай выше. Во, круто. Найс. Стас, выкидывай. Во, во, во. В общем, на повторениях Артура было отлично видно, как он дополнительно себя толкал ногами. То есть там было видно, что ноги сгибает и выталкивает себя дополнительно. Вот. И это тоже как вариант. Вот. То есть если вы будете не только тазом двигать, но еще ногами выталкивать, то по идее вы будете подлетать повыше. Я сейчас тоже попробую с ногами. Может я сделаю вообще высоко и ноги будут выше головы, но. Ну да, типа того. Во, выше было, да? Как я понимаю, короче, тело и мозг должен вместе работать, да? Ты должен понимать, что сейчас вот надо выкинуть тело, там резко взрывное отжимание сделать. И все должно, тело, короче, нейро, вот эта связь должна быть, короче, тело и мозг, и тогда у вас получится идеальный взрыв такой, бум. Нет, слишком мало. Давай, давай, топи вдвоем сразу. Да. Шашлыковый властелин. Вот так? Да. Оу-е, жажлык почти готов. Там еще у нас есть жажлыки. Подключи, ты меня обзор закрыл. Где? Четкий, сочный, вкусный. Не как Black Star Burger. Black Star Burger в говно. Black Star Burger? Что сказать? Шашлык просто бомбезный. Это кефирный, а там еще у нас есть какой? Горчичный, да? С гортицей? С гортицей. Горчица у нас есть. Нет, он же типа в закваске тоже есть. Найс. Он еще мягче. Силовая стойка от Андрея. Вот стой, давай. Чего ты баланс ловишь? Давай, братан, покажи. Что показывать? Танец с животом. Да как нефиг. Все, схавали весь жажлык. Скоро домой поедем. Что-то тренить не хочется после того, как ты съел килограмм жажлыка. Короче, ребят, мы за этот день, ну как за день, часа за четыре, да, во сколько мы тут? Да не, меньше. Часа за три мы сожрали больше килограмма шашлыков. Это получается 150 граммов белка и 2300 калорий где-то, потому что в 100 грамма шашлыка где-то 15 граммов белка и 230 калорий. Поэтому вот лично мне нужно и Славе сожрать за день, за день целый, 180 граммов белка. Это как бы, ну такая нормальная, средняя такая цифра. Ну мы вечерком еще поедим. Да, Андрюхе нужно 137,5. А мы сожрали каждый из нас, из нас по 150, то есть Андрюха умрет, представляете? За раз, его печень просто нафиг откажет. Ему 137, вы просто вдумываетесь, 137 за сутки, а он 150 за три часа. Это просто катастрофа. Я думаю, если вот Андрей не появится, то, блин, знаете, он умер. Мы настолько безбашенные качки, что мы приехали тренить после того, как нажрались килограмм шашлыков. Так как мы сожрали очень дофига шашлыка, то делать вообще не хочется ничего просто. Вот. И будем сейчас что-нибудь так по лайту, там поподтягиваемся, поджимаемся на брусьях. Вот так вот. Разомнем косточки немножко, калорий скинем, а то 2000 с чем-то калорий за раз, это жесть. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, пацаны, надеюсь, этого контента достаточно, потому что влог и так длинный получился очень. Поэтому поставьте лайк этому влогу, подпишитесь на канал и увидимся в следующем выпуске. Пока.